Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon Replay. Итак, пацаны, сегодня будет очень интересное видео, связанное, конечно же, с глобальным обновлением. Как вы знаете, снесли дома и бизнесы, и всё оно находилось в госе. Но, как бы, изначально купить ничего нельзя было, поэтому разработчики и руководители решили принять решение, то, что они откроют покупку вечером, то есть 7 часов вечера по МСК. И в это время я, конечно же, зашёл на сервак и, как бы, словил очень классный дом. Также перед этим я словил особняк в Батырево, очень даже классный, поэтому, пацаны, серия очень классная, очень насыщенная, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе к апсам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Replay. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Всем, короче, привет, пацаны. Я еду сейчас продавать свой особняк, потому что там в Батырево стоит очень пиздатый особняк по ГОСу. Я уже продал все машины, я ушёл в жёсткий минус, потому что на машины я потратил там 70 миллионов, а пришло мне всего лишь там 45 миллионов. Поэтому сейчас едем продавать особняк и просто пиздуем сразу в Батырево покупать особняк возле реки, потому что он реально пиздатый. А в Бусаево, ну, сильно далеко находятся особняки, и мне вообще-то не нравится место, поэтому сейчас, короче, едем и продаём. Так, я продал особняк, 75 лямов уже лежит на семье, всё, едем покупать в Батырево. Так, всё, пацаны, я уже подержаю, бля, я просто на всех парах лечу, потому что его могут купить. Он уже по вкусу давно стоит, и я специально проверял, вроде бы как его можно купить. Поэтому если сейчас его куплю, я буду очень рад. Если его нельзя купить, я просто ушёл в жёсткий минус. Как там, Бэ, купить? Всё, я купил, пацаны. Ебать, пацаны, я просто купил новый особняк за 50 миллионов. Ебать мой хуй просто. Осталось, короче, 25 лямов, пацаны. Номер особняка 13. Итак, пацаны, прошло немного времени, я, короче, успокоился. Я приобрёл себе, получается, дом, как вы видели. И особняк для семьи ещё купил. И давайте сделаем такой обзор на всё это дело, потому что я вам толком ничего даже не показал. Просто показал, как я это купил, и всё. Сначала посмотрим коттедж, а потом я покажу особняк. Вот, короче, выходим из коттеджа. Воск, у меня 30 миллионов. Я уже оплатил его на 30 дней сразу же, потому что, как бы, я не хочу, чтобы он слетел. Дом, как бы, очень классный. Вот, в принципе, сами видите, он такой двухэтажный, в принципе. Хороший интерьер, как бы, находится у меня дом недалеко у въезда. Вы понимаете, просто, я снимал видос, получается, днём, который вы уже посмотрели. Насчёт глобального обновления. Я вам говорил то, что я хочу купить именно вот этот дом. И у меня, как бы, это получилось сделать. Я словил именно тот самый дом, который я хотел. Да, пацаны, не спорю, было, как бы, сложно, потому что ловил его не только я. Там ещё пацанчик стоял, который хотел тоже его словить. Но, в итоге, так получилось, то, что я флудил, флудил, флудил. И, в итоге, купил этот, получается, дом. Флудил я, пацаны, не через бинт, а просто пальцем своим. У меня уже рука просто болела. Просто я там жёстко уже орал. Я говорю, когда, блядь, он слетит? Когда он слетит уже? Матвей, кстати, тоже дом словил себе напротив меня. Вот у него, кстати, машина стоит, его РС-ка, в принципе. И вот он себе дом, как бы, купил. Я ему в долг денег дал, и он, как бы, дом себе словил напротив меня. Это, я считаю, очень даже круто, то, что мы живём друг напротив друга. Это реально классно. Давайте ещё зайдём в дом. Я вам покажу полностью интерьер, что там есть. Особо там, интересно, ничего нету. Но интерьер сам очень классный, очень красивый. Много здесь очень комнат. Вот одна комната, получается. Вот ещё одна комната. Кстати, я ещё улучшений не купил в дом, потому что нету нигде продуктов. Скорее всего, завтра уже во все бизнесы зайдут продукты. И можно, в принципе, будет улучшать дом, компанию, там, и так далее. Больше всего, что мне здесь нравится, это именно вот этот интерьер гаража. Пока что он не задействован, как бы. Сюда нельзя ни заехать, ни выехать. Вообще, ничего с ним сделать нельзя. Но я думаю, в будущем что-нибудь они сделают. И можно будет заезжать в гараж, там, целостность чинить и так далее. Потому что сейчас, по-моему, целостность можно чинить только в СТО. Если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, полностью вам дом показал. Давайте поедем и посмотрим уже сам особняк. Итак, давайте я вам теперь покажу именно сам особняк, который находится в Батырево. Он здесь один стоит. То есть, я купил реально уникальный особняк, который находится здесь совершенно один. То есть, он стоит 50 миллионов. Вот, Фамли Кирилл Гейм, цена 50 миллионов, оплата в час 5 тысяч. Номер особняка 13. Это реально очень круто, я считаю. Ну, просто посмотрите на него. Он очень красивый, тем более, когда он здесь сам стоит, один. Это реально очень круто. Кстати, я не понимаю, почему вертолета нету. Потому что, ну, как вы помните, раньше вертолет был. Скорее всего, я думаю, то, что вертолет нужно будет самому покупать. Это будет, как бы, улучшением. И вертолет, мне кажется, будет стоить, там, лямов 15, возможно. Потому что, как вы видите, нигде вертолетов нету. Но, я думаю, они по-любому будут, потому что есть, как бы, посадка вот такая вот. Вот у нас, получается, за домом замерзшее озеро. В принципе, летом будет, я думаю, здесь очень даже красиво. Но реально просто, пацаны, по кайфу. Реально, я не жалею то, что я его купил. Как бы, да, я продал, там, машины. Машины я купил за 70 миллионов. А продал их я за 30 миллионов. Или за 40 миллионов, я уже не помню. То есть, я ушел минус на 30 миллионов. Да, это, как бы, большая сумма. Но я, в принципе, все равно не жалею. Потому что оно того стоило, пацаны. Оно того стоило, потому что я всегда хотел особняк. Именно отдельно от всех. И у меня все-таки это получилось сделать. Давайте вам гараж покажу. Пока что машины нельзя ли покупать? Я не знаю почему. Возможно, потом можно будет. Сейчас покупать машины в семью нельзя вообще. Машин у нас здесь нету. Но у нас тут три уазика всего лишь есть и все. Вот, давайте я вам даже покажу. Пишем F-меню. Управление транспортом. Список всех машин. Выбираем свободную. И нас просто выкидывают и все. Повторяем те же самые действия. Нас просто выкидывают и все. Мы не можем купить машину. Никакую. Но как только это все исправят, я куплю в Фому машин на 100 миллионов, пацаны. Просто ждите эту серию. Я просто возьму и потрачу 100 миллионов на машины в семью. Я вам как бы это обещаю. У меня осталось, конечно, не очень много денег. Потому что я еще Матвеев долг дал деньги. У меня осталось 130 миллионов. Плюс еще 9 миллионов на руках. Ну, то есть почти 140 миллионов у меня осталось. И 100 миллионов я хочу потратить, получается, на машины в Фомы. И 25 миллионов я хочу потратить, получается, на аудиосистему. Но это, пацаны, уже будет в следующих сериях. Ну что ж, пацаны, это мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. В этом видео вы видели, как я словил, получается, особняк и коттедж. С особняком, конечно же, проблем не было. Потому что он стоял долгое время по ГОСу. Я вот зашел, и он по ГОСу стоял где-то 2 часа. И потом я уже все-таки решил его купить. Продал, получается, особняк. Продал машины. И как бы купил этот особняк. Вот с коттеджем было намного сложнее. Я очень сильно переживал. Потому что там было очень много людей. Даже если посмотреть на мини-карту. Там возле каждого дома стояли люди, понимаете? Возле каждого дома там просто стояли люди. И ловили дома. И возле моего дома тоже стоял пацанчик, который хотел его словить. Но в итоге словил его я. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.